Сколько людей, столько и мнений. Эта фраза известна очень многим людям, и она говорит лишь о том, что среди людей нет единства и нет объединяющего начало-начал. Так было всегда, и отголоски этой людской парадигмы только подтверждают и объясняют, почему духовное единение в России формируется с таким большим трудом и сталкивается с множеством серьезных препятствий. И только тот из людей, кто пытался хотя бы раз сплотить духовно разделенный веками между усобиц народ, тот знает, что задача духовного единения всего народа является задачей, решение которой под силу только Богу с его возможностями. Ибо у человека нет никаких шансов объединить необъединимое, а значит духовно раздробленное, не только все человечество, но даже и отдельные народы. Тот, кто внимательно следит за текущими проблемами духовного единения народов России, должен понимать, что для всех людей объединяющим началом может быть только тот, кто выше всех, и тот, кто создал или сотворил этот мир дуальности, ибо это может быть лишь его промыслом. Промысел Творца и промысел Человека всегда отличаются не только по октавам вибрации, но и, естественно, по уровню энергии творения. Люди комплементарны в плотном плане, но несмотря на их различия по многим параметрам, в том числе и по внутренним и внешним вибрациям, на тонком плане они составляют единое духовное целое, и не в пример плотному плану действуют как действительно единое целое, причем по своему внутреннему посылу на духовное единение. Ни у кого из людей на тонком плане не возникает даже тени сомнения в необходимости духовного единения, ибо для людей нет и не может быть более почетной, а главное определяющей цели, чем духовное единение всех частиц Творца в одно целое. И это относится не только к народу России, но и ко всем народам планеты Земля. Люди сейчас проходят этап или репетицию духовного единения, пока в масштабах одного народа – России, поэтому завтра вашему народу придется продемонстрировать, что духовное единение – есть основа основ формирования единого духа, причем показать не только, что это возможно, но и что это единение уже воплощается в недрах души народа древних ариев. Я вижу, с каким трудом идет процесс духовного очищения в душах и сознаниях людей, и все это на фоне моего уже самого активного участия в процессе духовного возрождения народа, выбранного Создателем стать духовным поводырем человечества. Теперь давайте подумаем, почему же возникли проблемы духовного единения? Может быть, я поспешил, дав отмашку или команду на создание движения народа к духовному единению? Или, может быть, люди еще не осознали важность принятия этого исторического решения, как для них самих, так и для планеты Земля? Я ведь дал людям теперь уже два дня в месяц, которые должны стать для них контрольными точками духовного единения. Казалось бы, что еще нужно? Ведь сам Создатель обозначил контрольные дни проверки вашего духовного состояния и вашей готовности преобразить, не искажая, как обычно, пространство, придавая ему новое звучание высоких вибраций. Тот, кто упорно говорит «рано», не только не знает моего сценария развития планетарных событий, но и просто не понимает моей фразы о том, что отныне власть на планете Земля переходит в руки Творца. То есть отныне это связано с промыслом Творца по формированию новой психологии человека-сотворца, проходящего не только школу мудрости, но и высшую школу божественного прозрения, ибо обе школы есть школа формирования нового человека, человека света шестой расы. Никогда не поздно и никогда не рано. Вот смысл жизни духовно свободного человека. Ибо каждому человеку требуется совершенно разное время, промежуток времени, для формирования единства Духа. Ведь божественное пространство не просто дуально, оно еще вершит судьбы людей, и в каждом отдельном случае по индивидуальной программе, согласованной со мной. Люди должны осознать, что нет и не может быть единого срока для эволюции их сознания. И, естественно, для их духовного единения. Я знаю точно, что процесс обмена мнениями среди людей, сверка мнений, для принятия собственной позиции имеет все же позитивный вектор движения. Такая позитивная ситуация в формировании духовного единства должна, наконец, сложиться и перешагнуть государственные границы. Ибо это есть самый реальный путь спасения человечества. Хочу еще раз подчеркнуть, что у вас не должно быть никаких личных амбиций, влияющих на изменения собственного сознания. И, конечно же, никаких сомнений в успешном выполнении вселенской программы преображения пространства. Я, конечно, должен согласиться с некоторыми из вас в том, что официальная регистрация участников движения основана на прошлых, уже изживших себя представлениях, а написание устава движения вообще отдает анахронизмам, ибо это никак не соответствует моим словам. Однако следует признать, что пространство еще не изменилось, и игра по существующим правилам есть дань прошлому, застрявшему занозой в сознаниях людей. Я знаю, что некоторые люди не согласны с моими постулатами, парадигмой общественного духовного движения за государственность и духовное возрождение России. Но, с другой стороны, я еще не слышал никаких собственных предложений от поборников света, что только показывает или подтверждает, что духовное единение, точнее, духовное возрождение, требует от людей самого простого промысла, причем прежде всего духовного промысла, через тернии духовного невежества к звездам Святого Духа. Я все-таки хочу увидеть ваши попытки творения нового человека, ибо без святого промысла человек света сформироваться не может. Вот почему мне так важен ваш внутренний посыл на духовное единение, ибо это есть лестница, ведущая вверх. Нельзя искусственно ускорять духовный рост свободного человека, но и оставлять его без света в конце тоннеля тоже нельзя. Поэтому движение должно рассматриваться вами не как партия высшей справедливости, а как координирующий центр Святого Духа, в котором каждый человек может получить ответы на любые вопросы, включая и вопросы о своем будущем. Подумайте сами. Для осознания человеком цели собственного проявления во время великих перемен, времени Х, уже дана вся необходимая информация. Осталось только помочь ему в формировании собственного сознания и его присоединении к движению на духовное единение. Вы должны собрать вокруг себя все частицы Абсолюта и повести корабль спасения к берегу нового пространства высоких монад Творца. Все прошлые предсказания начинают сбываться. И уже у большинства людей нет и тени сомнения в том, что пространство проходит божественное преображение, вовлекая все больше территорий и людей в этот водоворот исторических перемен. Время действительно спрессовывается, и это, поверьте мне, не случайные события, а естественный процесс осознанной эволюции божественного пространства. Очищение и преображение людей пятой расы я оставляю за собой, а значит, я оставляю за собой право вывести их на новые горизонты. Однако инициатива или промысел людей тоже важны и необходимы, потому что по сценарию вселенской программы преображения пространства, следующим этапом эволюции человеческого сознания должно стать божественное прозрение. И этот этап эволюции уже стоит у порога России. Теперь людям осталось еще раз переосмыслить ход исторических преображений пространства и принять свой собственный неповторимый путь к Творцу, оглядываясь и сверяя его с движением на духовное единение. Будут люди регистрироваться как участники моего движения или нет, на то есть их свободное право. Но должен вам сказать, что вы еще живете в государстве, где условия регистрации даже духовного движения пока никто не отменял. Я подтверждаю, что уже миллионы людей включились в движение, которое возглавляет сам Творец, и приняли движение всем своим сердцем, как олицетворение собственного духовного преображения, но только тысячи из них сделали свой официальный исторический выбор. Повторяю, я не имею права вмешиваться в ваш свободный выбор, ибо это великое счастье маленького человека, которому сам Творец даровал право сотворить новый мир и нового человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова